Когда говорят о рентгеновском и гамма-диапазонах, это информация о горячих объектах, событиях во Вселенной, процессах, связанных с высокими температурами, давлениями, большими массами. В зале тишина. Школьники, затаив дыхание, слушают заместителя генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадия Аншакова. Он знает, как заинтересовать юных слушателей. Понятными словами рассказывает им о достижениях и перспективах развития космического машиностроения в России. На заводе Геннадий Петрович работает вот уже 60 лет. Я понял, что вот все-таки встреча для них была существенна, с теми, кто действительно работает. Поэтому я попросил, подготовьте вот, что вас интересует, скажите вопрос. На основании этих вопросов я примерно построил выступление. Я хотел им сказать, что это очень интересно, это пойдет в жизнь, это сегодня, не бояться этого, не бояться там, что что-то не получится. Бороться, искать, как помните у Каверина, найти и не сдаваться. Самым активным участником встречи оказался Егор Малов. Его отец и дед работали на заводе «Прогресс». Да и сам он хочет поступать в Московский университет имени Баумана на факультет ракетно-космической техники. Мне кажется, это очень интересным. Послушал человек, который во всем это вертится, вертился, своими глазами видел историю. Кванториумы – это федеральная сеть детских технопарков, где школьники изучают космонавтику, робототехнику и компьютерные технологии. В Самарской области таких кванториумов пока два. Главный в Самаре – филиал в Тольятти. В каждом из них насчитывается по тысяче человек. Любимое направление у многих юных инженеров – космо-квантум. Школьники вместе с наставниками проектируют и моделируют космические аппараты. Создают собственные микроспутники – кубсаты. Участвуют и побеждают в чемпионатах и олимпиадах, в том числе международных. В планах на лето принять всероссийскую образовательную сессию от наставников космического машиностроения со всех технопарков России. Главная идея кванториума – это создание проектных команд и обучение ребят современным знаниям и навыкам в рамках информационных технологий, роботехники, беспилотных технологий, технологий космонавтики, которые в будущем им помогут реализоваться как замечательным будущим инженером. Набор в команду исследователей космоса начнется в начале учебного года. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте кванториум63.рф или в социальных сетях. Анатолий Головко, Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков. События. В Днепропетровске.